Тоньше лед, лучше клев. Рыбаки в теплую погоду чаще стали выходить на реку. Спасатели несколько раз в день бурят лунки и замеряют толщину льда. Рыбалка в этот период становится опасной. Как спастись, провалившись под лед, узнавала Алина Гребешкова. Ну вот это одно из мест, излюбленных мест наших лупинских рыбаков. Зимняя рыбалка, хоть и не такая массовая, как летняя, но рыбаки на реке Белый, когда мы приехали, были. Сергей надежду не теряет, но клюет пока только мелкая рыба. У меня сгаланы, под ершишечки. Это просто смех. Так человек 20-30 все время здесь сидит на этих местах. Лед толщиной 15 сантиметров выдерживает одного человека. Если идут двое и больше, нужно не менее 20. Самый крепкий лед коренной, меньшая часть покрова реки. Остальное наледь. Сколько, скажи, здесь? Вот так, вот, пару ковек. Вот так прошло, да, но это сантиметров, значит, уверенного льда где-то сантиметров 60, а это вот наледи будет сантиметров, так что 60 сантиметров. Самый хороший клев весной за неделю до ледохода. Рыба после зимы голодная, и рыбаки этим пользуются. Но это опасно. Лед мокрый и слабый, поэтому легко провалиться. Тяжело потом вылезти. Зацепиться не за что. Просто большие два гвоздя, если они уничтожены в кармане, он за ним зацепился и вылез на лед, понимаете? Вот простые вещи спасают жизнь человека. Сами спасатели ходят проверять лед в специальных жилетах и берут с собой конец Александрова. Плавучий трос, обычный из полипропилена с привязанным грузом. Закидываешь до послезавшего плавающего груза. Он за него берется и его вытягиваешь. Есть костюм ГКС, гидрокостюм. То есть можно одеть этот костюм и привязаться. Напарник за конец веревки держит, а ты сам в воду прыгаешь и вытаскиваешь. Потому что бывает, если длительное время человек в воде находится, то он уже практически обездвижен. Он уже не хвататься не может, ничего. Ильф и Петров в романе «12 стульев» были правы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В некоторых районах республики собираются закрывать переправы через реки. Лед уже тонкий. Рыбакам-спасатели рекомендуют заниматься любимым хобби не в одиночку. И следить друг за другом, чтобы вовремя оказать помощь. А лучше вообще не рисковать и дождаться лета. Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ.